Всем привет! У нас давно не было видосов на канале, и поэтому сегодня хочу вам показать крайне интересную программу для мода Open Computers под названием RayVolk. Давайте ее запустим. И сразу у вас перед глазами появится такой значок и надпись Powered by RayEngine. Ну, в принципе, на кое-какие мысли это уже должно намекать. По сути, это техно-демка нашего псевдо-трехмерного движка, который мы накодили для этого мода. Давайте нажмем на клавишу продолжить, и, собственно, мы появимся в таком вот мире, по которому мы можем ходить. У нас есть пистолет в руках. Собственно, используя клавиши V, A, S, D, можем перемещаться. Используя клавиши Q и E, мы можем поворачиваться в этом мире. Собственно, по нажатию на LK мы можем стрелять пистолета, ну и, собственно, осматривать все окрестности. По сути, наш мир состоит из таких вот блоков занятных. У каждого блока есть свой цвет определенный. Но мне было впадло, на самом деле, заполнять его разноцветными блоками, поэтому я сделал тут какое-то определенное их количество, чисто для демонстрации возможностей. Так, ну, кстати, за стену нам не стоит выходить. Так, также на клавиши 1, 2, 3, 4, 5 мы можем менять оружие наше. Так, 3. Это такая винтовочка. 4. Это что-то типа гранатомета, хрен пойми чего. И 5. Это плазменная пушка, стреляющая такими вот непонятными зелеными сверками. Собственно, также здесь есть у нас в мире время суток. Посмотреть его можно, нажав на клавишу P и открыв часы. Часы у нас стрелочные, собственно, время действительно идет. Сейчас у нас будет скоро потемнение. И также у нас меняется цвет неба, меняется, собственно, цвет окружения. Ну и, в принципе, в скором времени погрузимся в кромешную тьму. Собственно, давайте закроем часы и откроем компас на клавишу K. А, и наш компас способен показывать направление нашего взгляда. То есть, примерно где север, где юг. Ну, естественно, все это дело довольно условно здесь, но, по крайней мере, оно работает. Давайте закроем компас. Мы можем, кстати, открыть часы и компас одновременно. Это все доступно. Ну и также здесь есть внутриигровой чат, в котором мы можем взять всякую фигню и общаться с игроками, если, конечно, здесь бы был мультиплеер. А так, его, собственно, здесь нет. Ну и также здесь есть дополнительные команды. Допустим, help. Кстати, чат открывается на клавишу Enter. Если что. С помощью этих команд мы можем взаимодействовать с нашим миром. Например, мы можем сделать им конкретно какое-то время. Timeset, скажем, 0. Это будет у нас глубокая ночь, 0 часов. Суть в том, что у нас в нашем мире, в конфиге изначально, помимо всяких там этих позиций, всяких блоков и прочего говна, у нас хранится его время суток. То бишь, у нас мир имеет максимальное время, здесь максимальную длину в 300 секунд. Соответственно, часы там дальше все это время автоматом подстраивают под себя. Там через синусы, косинусы рассчитывают позицию стрелочек. Ну и, короче говоря, вот так все это дело работает. Timeset сделаем 200. Это будет примерно закат, наверное. Ну да. Вот, собственно, такой красивый у нас небо. От удовольствия уходить. Ну и также здесь есть мини-карты, с помощью которой можно примерно ориентироваться в нашем пространстве и понимать, где мы сейчас находимся, ну и все дела. Ну и также здесь отображается дебаг информация, которая показывает время рендера текущего, последнего вот этого кадра в миллисекундах, показывает количество воды оперативки, ну и нашу позицию в этом мире. Мини-карта скрывается на клавишу M, и вот эта фигня дебажная скрывается на клавишу F1. Ну, собственно, такие вот дела. Ну и также, если мы нажимаем клавишу Backspace, мы можем вернуться в наше меню, можем залезть в настроечки, мы можем здесь покопаться, здесь совершенно потрясающе, видите, какое менюшечко для, ну, по крайней мере, для Майнкрафта это совершенно что-то невиданное. Давайте я, собственно, познакомлю вас с этим говном. Мы можем изменить здесь время суточек с помощью этого ползунка. Видите, цвет слайдера даже меняется, все дела. Здесь мы можем включать и выключить полупиксельный рендерер. Это что-то типа небольшого костыля, который превращает вот эти пиксели, которые имеют по высоте, короче, в два раза больше пространства, чем по ширине. Вот. Короче, более-менее квадратные. То есть это, естественно, снижает продвижительность, но, по крайней мере, выглядит все это гораздо пище. Также мы можем включать и выключать цикл смены дня и ночи. То есть если мы не хотим там шастать в темноте, мы можем включить постоянно день и, собственно, здесь бегать. Также мы можем изменить дистанцию прорисовки. Это, конечно, будет снижать, опять-таки, повышать, вернее, нагрузку на ЦП, на наши виртуальные майнкрафтовские ЦП. Но, по крайней мере, это будет выглядеть, опять-таки, красивее. Мы можем изменить дистанцию затенения. Но это особо не давать подробностей. Это просто более темные блоки будут находиться дальше, более светлые, соответственно. Короче, такие дела. Каскад затенений — это что-то типа детализации вот этих теней, которые накладываются на блоки. То есть, как видите, мы чем дальше смотрим, тем, соответственно, темнее этот блок находится. То есть если бы у нас в руках был фонарик, это более было бы наглядно. Собственно, такие дела. Чем, соответственно, больше каскад затенений, тем тормознутее наша будет игра. Я обычно ставлю их на где-то на 13 примерно. Допущение рекастинга — это что-то типа, насколько точно будет отрисовываться ваша графика. То есть поставите их слишком много, у вас все это будет выглядеть вот такими квадратиками, смотрите, да? То есть, ну, совершенно ни о чем. Такие вот непонятные хреновины, короче говоря. Но, опять-таки, это сильно повышает FPS. Можете поставить поменьше. Я обычно ставлю где-то на 8 их. Ну, собственно, собственно, все. Обычно с полупикселем я играю, так выглядит гораздо красивее это дело. Ну и также с помощью клавиши 1, то есть, ну, грубо говоря, если мы взяли пистолет и нажали клавишу 1, то есть у нас не выбрано никакое оружие, мы можем ставить в нашем мире блоки, по сути, как в Майнкрафте, и разрушать их. То бишь, можем расфигачивать наш мир по кусочкам. Вот видите, да? Ломать стены. То есть, по сути, это что-то типа техно-демки, опять-таки, нашего движка, который, собственно, существует как отдельная библиотека. Вот такие вот дела. То есть, в принципе, в теории здесь можно было бы накоить, что-то типа Вольшинштейна, что-то типа там этого того же Дума и так далее. И, соответственно, сделать красивых каких-нибудь монстриков с небольшим искусственным интеллектом. Ну и, собственно, побегать с ними. Вот такие вот дела. Ну, вообще, на самом деле, это нифига не 3D неполноценно. Это что-то типа псевдо-3D, которое симулируется с помощью какой-то термин сложный. Короче, называется рейкастинг. По-английски хрен знает, как по-русски будет. Не суть важна. Не берите в голову. Могу, в принципе, вот сейчас на экране перед вами будет вот такая вот картиночка. Примерно понятно, собственно, как это сделать отрисовывать. У нас есть персонаж, который смотрит в какую-то точку. У него есть свое поле зрения. Ну и некий виртуальный лучик, подсвеченный сейчас у вас на экране синего. У вас он просто будет как бы обнаруживать блоки перед собой на определенной дистанции. Если, собственно, блок есть, то он будет рисовать его на экране в зависимости от того, какая будет длина этого синего луча. То есть, соответственно, вот он перед вами, ваш мир отрисованный. То есть, видите, каждая точечка-пимпочка, это наш виртуальный лучик, который имеет определенную дистанцию. Соответственно, чем больше дистанция, тем будет меньше высота вот этой фигни. То есть, по сути, это 2D игра. Нифига, это не 3D, но, по крайней мере, выглядит оно довольно-таки неплохо. По крайней мере, для Майнкрафта. Ну и, к слову, если уж говорить о том, что это вообще такое, что это за программа, по сути, я описал его в качестве демонстрации, во-первых, самого этого нашего движка, накодил я его с товарищем Глебом, и в качестве демонстрации возможности нашей графической библиотеки GUI, которая позволяет всякие слайдеры рисовать, всякие кнопочки и тем и так далее. Ну, к примеру, здесь вы можете изменить разрешение экрана, допустим, поставить не 160 на 50, а, допустим, 120 на 50. Давайте нажмем, тырк, у вас разрешение меняется. Видите, экран будет более такой квадратный. И, к слову, естественно, FPS будет также повышать довольно сильно. Так что, такие вот дела. Собственно, надеюсь, вам эта фигня понравилась, потому что довольно-таки забавно. Собственно, скачать и побаловаться с ней можно, скачать нашу OS. OS-команда для ее установки будет в описании видоса. Там что-то по стабильному рану, бла-бла-бла. И в качестве бонуса я вам сегодня покажу полноценный уже 3D, который накожен уже в качестве отдельной прошки, отдельной библиотеки, как называется это, господи. Вот такая вот фигня. Однако она находится на стадии ранней разработки, грубо говоря. Так что я показывать ее, вернее, вкладывать прямо в OS я ее не буду в качестве для приложения. Но, по крайней мере, собственно, покажу вам, что это такое. Так, так, так. Сейчас развернем все так аккуратненько. Так, так, так. Уменьшим масштабчик. Ну и, собственно, вот перед вами некая такая плоскость, на которой лежит другая белая плоскость, на которой стоит кубик. У нас также обозначены гранятные оси. Зеленая это ось Y. Синяя ось, по-моему, Z, красная ось X. Ну и, короче говоря, можно осуществлять вращение масштаб там вокруг каждой оси, какой хочешь. Ну, допустим, у меня пока по X и по Y здесь сделано. Чисто так, по приколу. Вот такие вот, собственно, дела. Есть автовращение. Есть режим отображения, собственно, объектов в качестве вертексного пространства. То бишь у вас не линия будет все это дело соединяться, а чисто точечками, чтобы просто, по крайней мере, показать, что это все дело работает. Вот такие вот, короче, дела. Так, что тут еще-то есть? Господи. Рой, собственно, все. Также есть вращение объектов вокруг их локальных осей. То есть у каждого объекта есть своя виртуальная ось, которая, может, видите, как-то, ну, тут плохо видно, конечно, потому что все-таки очень маленький экранчик с очень маленьким разрешением. Ну, примерно, суть, я думаю, истинно. То есть, видите, объект поворачивается вокруг своей оси какой-то. Ну и также, естественно, есть глобальные оси, координатные мировые. Вот, собственно, они отображены перед вами. И объект может вращаться по ним. Ну и, в принципе, довольно-то прикольная такая штука. То есть можно попалываться с ней так же. Поставить день в доме, нарисовать какой-нибудь гигантский член из кубиков. И, собственно, пусть у нас крутится здесь. Это я закрыл принудительно. В общем, всем спасибо. Надеюсь, вам такая программка, ну, по крайней мере, предыдущая понравилась. Ну, это тоже. И все это показывает, в принципе, на что способны эти компы из этого мода Open Computers при желании. То есть, в принципе, что способно они отрисовывать. В общем-то, такие дела. Так что, в общем-то, до новых видосов, до новых прожек, до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok